Всем привет! Меня зовут Сергей, мы находимся в магазине Desort и сегодня обзор инженерной доски. Инженерная доска производства Royal Parket, это Россия. Коллекция называется Англ, то есть это елочка. Давайте о чем сегодня вообще буду рассказывать. Это расскажу о конструкции доски, расскажу о том, какие замки, как укладывается, про теплые полы, про воду, насколько ремонтно пригодно, когда буду рассказывать про конструкцию, наверное, некоторые особенности производства расскажу. Расскажу, когда, на мой взгляд, ее стоит укладывать, а когда не стоит, ну и кто является основными конкурентами. Вот у меня плисточек, чтобы ничего не забыть. Тоже есть. Ну давайте начнем с самых простых вещей. Какие это с размеров, с фаски, какие виды покрытия и вообще, что это такое. Значит, это инженерная доска. Что это означает? Это двуслойная инженерная доска, если быть совсем корректным. Это означает, что нижний слой у нас панера. Панера водостойкая, это хорошо. Верхний слой это слой шпона. Значит, базовые размеры, которые у этой коллекции, это 125 на 490, это размер вот этой плашечки нашей. Толщина общая 13 миллиметров, доска бюджетная, шпон 1,2 миллиметра. И в основном как раз это и определяет то, когда стоит его укладывать, а когда не стоит. И прежде чем... И скажу сразу, что замок здесь шип-паз. То есть такая инженерная доска собирается только на клей. То есть ее можно приклеить к основанию. Речь об этом. Либо к бетонному основанию, либо к подготовленному фанерному основанию. Давайте немножко про производство. Какие есть особенности? Ну, шпон заготавливается в Адыгее, потом перевозится на московский завод, ну, под Москвой. Там шпон профилируется, ой, не профилируется, господи. Нарезается до нужных толщин, шлифуется, полируется, сортируется. Кстати, зачем нужна сортировка? Сортировка... Тут в основном дуб. И вот, например, вот это дуб, крашеный в темный цвет, условно говоря. Вот это, значит, натуральный цвет у нас дуба. Вот. А есть он покрашенный в светлый цвет. Вот. Сортируется все для того, чтобы более свет... Ну, дерево штук натуральное. Конечно, каждая доска имеет свой оттенок, шпон вот этот. И более светлые идут под светлую окраску, более темные идут под темную окраску. То есть на фабрике хранится, на самом деле, большое количество заготовленного материала. И когда кто-то заказывает товара, нет, его покрасят просто в нужный цвет. Это, кстати, одно из преимуществ, что, в общем-то, достаточно быстрые сроки изготовления. Что происходит дальше? На фанеру приклеивается ценная порода дерева. Сверху наносится несколько грунтующих слоев. При необходимости как раз добавляется краска, которая матирует, то есть меняет цвет вашей доски. Сверху наносится потом два слоя полиуретанового лака, который будет защищать вашу поверхность. Есть коллекции с глянцевым лаком, есть коллекции с полуматовым лаком, то есть дизайна. Поэтому каждый найдет себе на вкус. Полуматовый выглядит более натурально, глянцевый блестит, что соответствует названию. Значит, это вот какие-то базовые такие конструкционные вещи. Но теперь, наверное, уже самое интересное, то, что вас в первую очередь уже интересует. Значит, замок. Замок, как я сказал, шип-паз. Что это значит? То, что, во-первых, у сборщика должна быть достаточная квалификация, потому что нужно их клеить. Значит, вам нужно качественно готовить основание. Если у вас основание, это стяжка, наберной пол, что-то еще, они должны быть ровные, не менее прочность, не менее 20 мегапаскалей, если вы прям клеите напрямую на стяжку. Если у вас недостаточно прочности, клеить нужно, кстати, либо на силан-модифицированные клея, либо на жесткие полиуретановые клея, чтобы удержать нашу доску на полу без каких-то сдвигов. Именно поэтому основание должно быть прочным, чтобы само основание не оторвало деформации температурно-влажностной доски. Потому что 13 мм толщина приличная, у вас поднялась температура, доска расширяется, то есть она не должен порваться ни клея, ни ваше основание не должно отслоиться. Если вы постелили фанеру поверх вашего основания, там требования к прочности попроще немножко, там не менее 15 мегапаскалей, и нужно к фанере монтироваться проще, крепиться проще. При необходимости можно эту доску пристрелить для удобства монтажа. Все, пожалуйста, все это делается. Значит, какие особенности есть? И помучаетесь при укладке, если у вас какие-то там теневые, там, плентуса или там скрытые двери. Вот это сделать возможно, но укладчик помучается. Во всем остальном, в принципе, не сложно. Кстати, при производстве, что еще хорошо, когда доски уже приклеили, верхнюю часть, их еще раз отправляют на специальную линию, где меряют высоту. Все-таки, там, иногда шпон чуть толще 1-2 мм, иногда фанера чуть толще, идеального не бывает. И ее дошлифовывают до нужного размера, с обратной стороны фанеру подшлифовывают, чтобы у вас, ну, доски были по высоте идеально ровные. Ну, еще потом, после этого еще и наносят фаску и нарезают замок. Да, фаска по четырем сторонам, забыл сказать, важно очень. Поэтому все доски красивые. Значит, потом мы с вами все положили, приклеили, все хорошо, начинаем эксплуатировать. И возникают вопросы, что, например, можно ли это было там использовать с теплыми полами. Теоретически использовать можно, но большого смысла в этом я не вижу, потому что само покрытие теплое, по ощущениям теплопроводности у дерева низкой, ходить приятно. Чтобы прогреть толщину 13 мм, нужно достаточное время. У вас должны быть приняты инженерные мероприятия. Под вашей стяжкой должен быть хороший слой теплоизоляции, чтобы ваше тепло не уходило там или в пол, или к соседям. Потому что если теплопроводность вашей инженерной доски будет ниже, чем теплопроводность вот вашего пирога основания, то вы будете греть либо потолок, либо землю. То есть вектор тепла должен идти наверх, ну или очень-очень много электричества тратить. Ну и на самом деле это бессмысленно. Вот одно уже начинает сбегать вперед. На мой взгляд, если вы хотите теплые полы, вот именно по этой причине вам этот продукт не подходит. Или у вас там теплые полы как основное отопление. Кроме того, с теплыми полами, что еще важно, если вы будете там сильно греть, остужать, может появиться щеление, несмотря на клей. То есть нужно следить, чтобы медленно поднималась температура, медленно она опускалась, чтобы влажность у вас в помещении была 55-60%. Это оптимально для дерева, тогда не скрипит, нет щелей и так далее. Ну вообще этот продукт чем-то хороший, сколько вы приклеили, замок шип-паст, эти продукты практически никогда не скрипят, нету вот этих проблем. Большое спасибо, что смотрите это видео. О чем еще хотел сказать? Я снимаю много видео, но ситуации еще больше, про все рассказать невозможно. Если вам нужна консультация, вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, вот по этому QR-коду. Ссылка к видео тоже есть в описании. Также у нас есть WhatsApp-чат при магазине, Telegram-чат, куда можно обратиться, задать любые вопросы, или я, или мои сотрудники, тоже помогут вам ответить. Также мы отправляем большое количество товара по всей стране. Можно проверить, есть ли бесплатная доставка в ваш регион конкретного товара, тоже вот по этому QR-коду. И еще у нас есть Telegram-канал Desort Полы, где помогаю не только я и мои сотрудники, но и люди, которые уже купили товар у нас, имеют опыт эксплуатации, они могут вам что-то подсказать или рассказать, поделиться своим опытом. Тоже можете или по ссылке, или по QR-коду подписаться на этот Telegram-канал. А также поставьте нам лайк, оставьте комментарий, задавайте свои вопросы. Это очень важно для развития канала, он будет полезен не только вам, но и большему количеству людей. Все, продолжаем. Значит, продолжаем дальше. Про воду, начал продолжать с проводом. Что будет, если пролить воду? Если пролить стакан воды, вообще ничего не будет, даже если забудете убрать один раз. Но если вы в одно место, например, сто раз будете лить воду, ну да, край может приподняться немножко, но здесь есть фаска, поэтому достаточно много такая инженерная доска нам с вами простит. Поэтому тут, я бы сказал, это в некоторых случаях будет вести себя точно не хуже, чем ламинат обычный. В некоторых случаях будет вести себя, наверное, даже несколько лучше, потому что более стабильное, более приклеенное, более приклеенное сказать нельзя, более стабильное покрытие, когда оно приклеено. И деформации меньше, даже если вы что-то намочили. Ну и водостойкая фанера тоже неплохо. Потом, что еще? Обещал про ремонт, реставрацию, там, этих досок, значит. Когда может понадобиться ремонт? Есть на самом деле два случая. Первое, вы что-то уронили, у вас какой-то скол образовался, 1,2 мм, в общем-то, достаточно большой слой чпона, скол, скорее всего, будет поверхностным. Как правило, тут достаточно просто, там, это место жестким воском пройтись, там, заполировать, и все будет нормально. Ну, возможно, если у вас, там, это у нас в сильно проходном месте, возможно, там, лак нужно будет нанести, в общем, ремкомплект обычный, чтобы воспользоваться. Если мы говорим с вами о длительной эксплуатации, у вас появились какие-то потертости, там, лак начался, то есть через 10-15 лет, толщина шпон небольшая, 1-2 мм, ну, производитель говорит, что можно его даже зациклевать, я в это не сильно верю, но зашлифовать, вот, снять верхний слой, мы получим с вами, ну, если он был покрашен, натуральный дуб в данном случае, и сверху можно опять нанести, если нужно, матирующий слой, там, лак, второй слой уже, лак прозрачный. Можно его покрасить в тот же самый цвет или изменить цвет пола. Один раз вполне это возможно реставрировать, то есть с счетом реставрации, то есть, там, 25-30 лет в нормальных условиях эксплуатации такая инженерная доска может прослужить вполне себе прилично. Если у вас, ну, что-то случилось, скажем, какие-то серьезные проблемы возникли, если, например, скол большой, то тут нужен реставратор, который тоже с помощью этих восков вам восстановит эту поверхность, но, на мой взгляд, это нецелесообразно, проще снять, ну, распилить несколько досок, оторвать их от пола, это непросто, но все равно, но это возможно. Срезать замки и заново с трех сторон срезается замок, вот, и все опять клеится к основанию. Ну, и доски между собой тоже клеем склеиваются, то есть, на мой взгляд, так ремонтироваться проще. Но если у вас есть хороший реставратор, там, мебельщик, он вам тоже все это сделает. Когда бывают вот еще серьезные повреждения, когда реставратор вам не поможет, а нужно менять доски, это, ну, например, раз прорвало батарею, затопило, у вас какой-то кусок паркетной доски взды... Ну, уже так деформировался, что эксплуатировать это нет никаких сил. То же самое, надо снимать, разбирать, отбирать и менять часть досок. Чем все это... Еще за что я люблю эту инженерную доску? В принципе, в теории, возможно, взять даже доску, там, найти, ну, там, прошло, например, 10 лет, этого производителя нет, найдете доску инженерную такого же размера, они практически все стандартизированы, плюс-минус, ну, срежете замки, вклеите, при необходимости подберете лак и так далее. То есть, теоретически все это возможно, но, честно, мы рекомендуем всегда одну пачечку держать про запас вот на всякие такие случаи. Или у вас осталась там почти вся пачка, заверните хорошо, чтобы там пленкой в какое-то темное место, чтобы не выцветало, ну, или плашки, если он, плиту сложить, вот, осталось несколько досок лучше сохранить, может понадобиться для реставрации. Теперь давайте про ценовой сегмент, про конкурентов. Значит, вообще мы эту инженерную доску завели для того, ну, появилась такая штука, как квартспаркет, это из PC плита, сверху тоже нанесен шпон. Мне эта конструкция не очень нравится, я снял про это отдельное видео, можете посмотреть. Но, то есть, выглядит одинаково, но, на мой взгляд, эта конструкция надежнее. Но, кроме того, еще ее плюс, она дешевле. То есть, с толщиной 1,2 мм, SPC на сегодняшний день стоит там в районе 4,5 мм. SPC плюс, ну, квартспаркет так называемый, плюс сверху ценный слой дерева. Эта доска на сегодняшний день стоит 3,861, по-моему. Ну, все-таки разница приличная. Но, кроме этого, с кем-то еще может конкурировать. Конечно, это может конкурировать, например, с покрытиями тоже rigid, толстыми. Это тоже квартсвинил, который собирается елочкой, бывает, вот тоже rigid покрытие елкой. Чем здесь лучше? Здесь, во-первых, это натурально, выглядит, безусловно, интереснее, нет повторов. Ходить, ну, тут кто что любит, на мой взгляд, по натуральному дереву всегда ходить приятно. Это плюсы. Цена может быть либо сопоставимой, либо где-то чуть ниже, либо где-то чуть выше. То есть все зависит уже от качества покрытия, с которыми все это сравнивать. Тут из минусов, конечно, более сложный монтаж, потому что нужно клеить по сравнению с обычными замковыми покрытиями. Но елочка, когда вы берете SPC и укладываете елочкой, если площадь там достаточно большая, или хотя бы это несколько комнат, там всегда скрипит, не дай бог, ломаются замки и так далее, тому подобное. Поэтому инженерная доска, приклеенная к полу, всегда намного-намного надежнее. Это, на мой взгляд, очень большой-большой плюс. Кто еще конкурент? Ну, елочкой собирается еще и ламинат. Ламинат, безусловно, дешевле. Ну, минусы, понятно. Покрытие ненатуральное. То же самое, если не приклеили, скрипит, выглядит похуже. Ну, может обладать и неплохой водостойкостью ламинат и так далее. И тому подобное. Наверное, я на этом закончил. Единственный момент какой? Забыл. Мы поставляем эту инженерную доску по всей стране. И доставка практически всегда для вас бесплатна. Так что можете обращаться к нам, а также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментарии, задавайте свои вопросы. Это очень помогает продвижению канала. Нам будет приятно и полезно. Всем пока.